К другим темам. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, всемерное укрепление института семьи. Эти вопросы были в фокусе внимания первых фадеевских парламентских встреч, которые состоялись в законодательном собрании Тверской области. Фадеевские парламентские чтения прошли в Верхней Волже впервые. Из их названия вполне логично следует, что местом проведения выбрано законодательное собрание. Тема для разговора более чем ясна. Духовно-нравственное просвещение детей и взрослых Тверской области. По мнению спикера Сергея Голубева, этот вопрос сейчас более чем актуален. Поэтому для защиты института семьи в Совете Федерации разработали ряд новых рекомендаций. Семейный кодекс может быть дополнен определением понятия традиционной семейной ценности и фактический воспитатель. В традиционной ценности нам предлагают отнести не только союз мужчин и женщин, но также и родительско-детские отношения, которые по замыслу авторопоправок являются иерархическими. И у них авторитет родителей для цели воспитания детей имеет неприходящее значение. В первых фадийских встречах приняли участие не только представители Русской Православной Церкви и областные парламентарии. В зале заседания Захсобрания также собрались члены регионального правительства, руководители вузов, общественных организаций. По итогам разговора они выработали совместное решение, состоящее из восьми пунктов. Все они касались духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан, причем начиная со школьного возраста. В необходимости приступать к этому как можно раньше, убедился лично митрополит Амвросий в ходе одной из своих встреч со старшеклассниками. Так получилось, что никто из наших школьников, привыкших, по крайней мере, в данный момент на эту площадку, не смог ответить, как звали, жены Михаила Тверского. Ну и, конечно, еще одним важным пунктом итогового решения стало намерение сделать фадиевские встречи традиционными, что вполне логично. Работы на небе сохранения института семьи, воспитания патриотизма и духовности предстоит еще очень много. Спасибо. Спасибо. Спасибо.